всем привет здоровенький был и меня зовут тони и я веду свой канал и сиднее очень очень давно и не записывала новых видео поэтому я заранее прошу прощения если вдруг будут какие-то перебои с звуком или с потоком мыслей потому что я без сценария сейчас записываю просто буду рассказывать что у нас сейчас происходит рассказать я хочу о новом текущем карантине в сиднее и о том как делают прививки итак начнем с начала с карантина последние два месяца сиднее опять в карантине начиналось все с достаточно небольшого количества заболевших последние несколько дней у нас уже 1500 1400 новых выявленных людей с ковидом в день что происходит с карантином в общем сидней поделен на такие как я их называю сельсоветы в которые входят много спальных районов наш район входит в огромный такой вот сельсовет который называется парамата и в глубине этой параматы там находится очень много рабочих как я их называю рабочих кварталов рабочих районов где жилье стоит чуть дешевле и соответственно жилье там снимают люди которые живут на достаточно небольшой доход боже мой как это все объяснить как это сложно объяснить когда ты тут не живешь люди определенных специальностей обязаны сдавать тест на кови то просто для того чтобы банально попасть на свою работу насколько я знаю это делают медики и строители с медиками хотя бы я могу понять логику почему это делают почему это делают строители я не знаю но тем не менее все белые воротнички работают из дому им тесты сдавать не надо и в общем сидней сейчас поделился на зоны там где в тех районах где очень много новых заболевших где много тестов эти районы закрыты вот на наш район входит вот этот вот большущий который закрыт значит какие у нас ограничения буквально до пятницы мы могли находиться на улице только один час в день для того чтобы совершить какие-то необходимые покупки типа там магазин аптека или что-то вот такое которое вот прям вещь первой необходимости либо чтобы заниматься на улице спортом причем если я я вышла на улицу например на полчаса с детьми и на полчаса я сходила в магазин чтобы купить необходимую еду то выйти на улицу позаниматься спортом самой я уже не могу потому что мой час использован дальше в этих районах у нас действует комендантский час мы должны быть дома до девяти часов вечера я воспитаю работаю воспитателем воспитатель это профессия первой необходимости для того чтобы уехать на работу чтобы я могла покинуть свой район в котором много много заболевших я брала у работодателя справку письмо что да эта женщина едет не бухать на бандай а едет нянчить чих-то детей вот этого нашему милому правительству показалось мало и теперь жители наших районов обязаны каждые две недели регистрировать свое путешествие то есть мало того что мне куча этих толпанных бумажек от работодателя лет одного второго ну как бы потому что я работаю в нескольких садах я еще должна на сайте зарегистрировать и вот qr показать код если меня остановит полиция мы на улице находим в масках ну то есть вот я села в машину я до машины шла в маске в то время как другие районы которые более богатые возле океанов на там где живут все члены правительства там где живут звезды и естественно там живут люди которые не должны ходить на работу в супермаркет и сдавать для этого теста не должны ходить на стройку ну то есть в общем они не сдают тесты и там соответственно меньше новых выявленных заболевших и они более открытые они возле океана там тусят как хотят ну то есть естественно по закону они не имеют права собираться больше чем два человека за раз в компании для там гуляк но по сути судя по фотографиям с этих мест потому что поехать туда я не могу я в своем тифозном бараке сижу там как бы никто не носят маски единицы носят маски все гуляют как хотят в общем я конечно понимаю логику правительства типа мало кейсов с какой смысл и закрывать но вместе с тем пролетарской ненависть она просыпается очень сильно я конкретно я сравнивала количество тестов сделанных по районам эти все данные есть в интернете совершенно открыты и в этих районах просто банально делают меньше тестов а как бы чем меньше тестов ты сделал тем естественно меньше новых заболевших ты выявил сейчас открыли вакцинацию для всех вообще с вакцинация это еще одна веселая история в сиднее есть только две вакцины файзер и астразенека файзер можно было людям которые определенных профессий типа и тех кто работают в домах престарелых потом те кто работает в медицине вот и людям которые старше 40 лет и людям с определенными заболеваниями хроническими это болезни почек болезни сердца сахарный диабет в общем вот такие вот заболевания которые но действительно людям лучше не болеть с этими людям с этими заболеваниями действительно тяжелее переносить ковид а во всем остальным можно было астру я не знаю почему но у меня я боялась ставить астру я пришла и говорю в общем я работаю с детками я вот почти 40 лет не будьте так добры вклилите мне файзер я так хочу то хочу аж пищу а вы сказали нет если хочешь можешь сделать астразенеку я своего врача спрашиваю он говорит еще какие то вопросы если конкретно вопрос если бы вы выбирали вы бы выбрали себе астру или вы бы поставили файзер если бы у меня не было выбора то я бы поставил себе астру я рекомендую вам поставить астру в общем ну короче не ставили вот людям вот мой возраст средний до 38 лет люди которые работают и нет нам было нельзя привились сперва старшего возраста людей здесь какими-то заболеваниями потом разрешили вот буквально три недели назад разрешили получить астру людям которые живут вот в этих районах которые закрыты как мы их с моей подружкой называем тифозные бараки для тифозным жители тифозных бараков разрешили файзер в общем мы побежали естественно ставить эту вакцину и для жителей тифозных бараков значит разрыв между двумя прививками 8 недель а буквально то есть вот начали нашим районом ставить поставить буквально было недели 2 и разрешили ставить всем остальным районам и в итоге если ты не из зараженного района у тебя разрыв между вакцинами будет три недели то есть даже в этом плане конкретная дискриминация что то есть они могут выбрать какой они хотят разрыв между вакцинациями три недели или восемь и то есть человек который не из зараженного района он может быть полностью вакцинирован уже раньше чем я из зараженного района а тем кто полностью вакцинирован им открыты Ну, больше возможностей, типа, там, собираться большим количеством людей на улице, чтобы, там, спортом заниматься или еще чем-то. В общем, что сказать, по моему скромному мнению, правительство Австралии очень сильно провалило этот карантин. То есть, мало того, что они ввели жесткие ограничения, они дискриминируют людей, то есть, вот, вот, вызывают вот этот раскол. То есть, по сути, люди из рабочих районов, которые обслуживают нужды первой необходимости всего города, работники супермаркетов, водители автобусов, я не знаю, медики, воспитатели, учителя. Ну, естественно, они не могут себе позволить жилье на пляже, потому что это дорого, это зарплаты невысокие совершенно. Они обслуживают вот весь город, и за это они еще фактически дискриминированы. Ну, то есть, как бы, не за это, а, я не знаю, удается ли мне донести мою мысль после того, что я очень долго не записывала видео, и это действительно очень эмоционально и очень меня затрагивает. Ну, в общем, я сейчас, как жительница Сиднея, чувствую себя дискриминированной. Честно вам скажу, когда я заполняла вот эту вот, регистрирую свою поездку, уже имея все письма от работодателей, я чувствовала себя очень униженной. А я женщина из Украины. Я знаю, что такое унижение, как через него, как не обращать внимания, как не зацикливаться и идти дальше. Премьер-министр нашего штата Глэдис обещала, что с 25 октября начнется выход людей в школы, детей в школы. Значит, сперва, ну, там, то есть первые несколько недель выходят, там, такие-то классы, потом, там, второй, третий класс и так далее. И первыми самими должны выйти 12 класс, это выпускники. Но первое условие, что должно быть вакцинировано 80% жителей района. Ну, честно говоря, я этого не понимаю. Ну, допустим, вот я вакцинировалась, мой муж вакцинировался, а мои соседи, допустим, не хотят. И что я могу сделать? Если, я вообще считаю, это дискриминация, когда вот по прививкам, тем более по вакцине, которая еще реально не исследована настолько хорошо. Что я могу сделать, чтобы мой ребенок вышел в школу? Я могу привиться, я могу отвечать за себя. Если для вас так важно, чтобы люди были привиты, значит, берите у родителей сертификаты вакцинации. Твои мама, папа привились, ты можешь приходить в школу. Хотя это тоже, я считаю, бред. Но это хотя бы какой-то логике поддается. А как я могу отвечать за соседей по району? Вдруг там они все антиваксеры? И что, мой ребенок тоже ходить в школу не будет? Ну, такое бред. И второе еще про наши районы, которые с повышенным количеством выявленных, выявленных заболевших. Те районы, они еще рассмотрят и не подумают, будут эти дети выходить или нет. Ну, то есть, хорошо не жили, нечего и начинать. Вы и так все там, типа, небогатые. Ну, вашим детям образование тоже не сильно нужно. Дальше, вот что в моем районе. У меня после прививки, я считаю, что это эффект после прививки. И я не могу попасть к врачу, потому что все, что мне доступно, это телефонный разговор. Вот я разговаривала с врачом по телефону, пытаясь объяснить ему, как у меня... Объясните, как у вас болит вот это и вот это. Блин, ну как я тебе объясню? Я показать могу? Ну, в общем, и что мне сказали? Сдать кровь на анализ и сдать ковид-тест, потому что без ковид-теста он меня не примет. В других районах они могут пойти к врачу. Я даже пойти к врачу не могу. Мне нужен телефонный разговор. Вот, теперь про вакцинацию. Значит, те люди, которые... Ну, вот этот список, кто работает в медицине или в домах престарелых, люди, которые с сопутствующими заболеваниями или с 40+, они могут получить прививку свою, вакцинироваться у терапевта. Это занимает, ну, вот буквально минут 15. Ты пришел, тебе хлопнули, ты 15 минут посидел после прививки и ушел. Все остальные, вот, ну, как это получала я, в Сидне организовано несколько очень крупных центров вакцинации. Я регистрировалась онлайн, чтобы попасть на вакцинацию. Я заходила это с телефона, сайт сделан совершенно коряво. Ну, слава богу, хоть сделали. Спасибо, ребята. Ну, очень благодарны. Значит, я зарегистрировала это онлайн. Мне пришла напоминалка, мол, что придите, вот, взять с собой то, сё, пятое и десятое. Я прививалась в центре, который возле нас рядом, в Сиднейской олимпийской деревне. Там два крупных вот этих вот организованных центра по вакцинации. Ты приходишь, первое, что тебя просят, это предъявить свои права или любое другое удостоверение личности, на котором написан твой адрес, чтобы они как бы знали, кто ты, что ты, из какого-то района. Мне налепили такую синюю накличку круглую, которая идентифицировала мое время назначенное. Потом ты идёшь в такой очень длинная очередь, там несколько раз, пока ты в эту очередь стоишь, тебе там руки санитайзером смазывают. Ты не имеешь права присаживаться. Передо мной была женщина, которая сидела на стульчике, она принесла с собой стульчик, она садилась, к ней подходили вот эти вот сотрудники, которые охраняют. Они говорили, вы не имеете права сидеть, причём я понятия не имею, почему она не имеет права сидеть, если она как бы это её личный стульчик. Но она сказала, ребята, у меня болит спина, я не могу стоять, поэтому они её привели без очереди. Запрещено фотографировать, запрещено снимать, ну. Когда приходишь вовнутрь, стоят специальные такие машины, как в аэропортах, когда нужно чек-ин делать автоматически, а не с помощью сотрудника. Там тоже ты всё это вводишь, тебе клеят ещё наклеечку, спрашивают, есть ли у тебя аллергия. И потом эта очередь длится очень быстро. Внутри там тоже было два кабинета, в которых сидит очень много сотрудников, не знаю, человек 10. И все они вот одновременно делают эту вакцинацию, одновременно делают эти уколчики. Просят остаться ещё на 15 минут после того, как тебе уже сделали укол. Ты выходишь вниз, в общем, там на специальную арену. Я так понимаю, что обычно там происходят всякие выступления, потому что, ну, это реально как коллизий такой. И там стулья стоят в шахматном порядке. И тоже стоят сотрудники, которые говорят, так, те, кто зашёл сейчас, сидятся там, допустим, на вот эти три ряда. И вверху в монитор с какой-то рекламой и время. Я сперва не поняла, почему они говорят, садитесь сюда, вы сюда, вы сюда. Потом оказалось как? Они рассаживают тоже по времени. Кто там заходит в течение трёх-четырёх минут, не знаю, я не поняла. Ну, то есть короткого времени. И по истечению вот 15 минут они подходят и говорят, весь ряд встал, спасибо, до свидания, ушли. Как в сериале «Чёрное зеркало» наше будущее уже настало, нами командует эти, знаете, вот все люди в масках. Куча военных. Сообщалось, что для поддержания карантина привлекли армию. Ну, я не видела нигде военных на улице. А вот там, в центре вакцинации, конечно, военных было много. То есть, я так понимаю, их туда привлекли. И куча военных, люди в маске, всё вот это чётко, прям отлаженный механизм. Это немножко вызывает жуть такую, знаете, какую. Но, с другой стороны, потом уже дома я поняла, что это очень хорошо, потому что вот именно вот эта вот автоматизация, прям чётко всё и ясно, оно позволяет, именно эта автоматизация позволяет не создавать пробок и достаточно быстро всё проводить. Естественно, это не так быстро, как люди, которые получают просто у своего врача за 15 минут. У меня это всё заняло около часа. Но, тем не менее, некоторые люди стояли в очереди по 3 часа, поэтому, как бы, концентрируемся на хорошем, радуемся тому, что у нас есть. Ну, в общем, я ненавижу сейчас эту фразу. Саму вакцинацию я перенесла легко. Мальчик, который мне колол, очень лёгенькая рука, не больно. Я получила свой укол типа в 4 часа, 4 или 5, что-то в этом роде. Часам к 7 у меня начала болеть рука, и я её не нагружала, но вот болела вся рука. Потом вроде бы оно прошло, но через несколько дней у меня начались боли в конечностях, то есть вся правая сторона вплоть до шеи, мышцы болят. Я позвонила всё-таки своему врачу, и он говорит, нет, я не думаю, что это от вакцинации. Я думаю, конечно, это не от вакцинации, просто так совпало. У меня есть любимая негода на эту тему. Мужик звонит в милицию и говорит, а о, меня как украли инопланетяне. Мужчина, вы что, пьяный? Да, так совпало. Ну, так, в общем, это точно та же ситуация. Так совпало, что до вакцинации этого не было, а после вакцинации вот случайно вот такое вот просто совпадение. Ну, в общем, сейчас я надеюсь, что это всё очень быстро пройдёт, потому что скоро мне уже, там, через месяц мне уже вторую вакцину ставили. Надо уже немножко очухаться. А как для воспитателя, который работает в том числе с очень маленькими детками, которых там нужно таскать на руках, и как для женщины, у которой хобби теннис, которое позволяет, и это хобби позволяет мне не слететь с катушек во всей этой ситуации, всем этим домашним обучением туда, для меня было бы важно, чтобы это всё перестало болеть. И последнее, на чём я закончу. Меня в Инстаграме спрашивала девушка одна, правда ли, что у нас заставляют, прям заставляют детей вакцинироваться, детей вакцинируют, причём забирают родителей, родителей никуда не пускают, забирают вот деточку и вакцинируют. Ребята, это как бы неправда. Значит, ситуация какая? Если вы хотите, если ваш ребёнок учится в выпускном классе, это лет 16-17, он может вернуться в школу, но для этого он должен быть вакцинирован. То есть, да, они как бы таким образом подталкивают подростков вакцинироваться. Ну, как бы, понятное дело, для нас, наши деточки, они в 30 дети, но это не совсем дети, это подростки 16-17 лет. Если они хотят вернуться в школу, они должны быть вакцинированы, а то, что их забирают родители, чтобы вакцинировать, ну, это... Ну, блин, нет. Просто ситуация в том, что они стараются, чтобы в этих хабах, чтобы в этих центрах по вакцинации было как можно меньше людей, и я так предполагаю, я не знаю, я предполагаю, что просто дети этого возраста, вот подростки, они должны туда прийти без родителей. То есть, по сути, да, дети идут туда без родителей, родителей не пускают, но это не значит, что детей забирают, это значит, что просто уже взрослый достаточно человек просто проходит там без мамы и папы, получает вакцину и выходит на улицу. Никто ни у кого не забирает детей. У нас, конечно, тут тоже достаточно такое специфическое правительство, как оказалось, но никто никого не забирает. Ну, вообще с вакцинацией вред, конечно, если ты не хочешь тебя заставить, типа там многие рабочие специальности, типа строители не могут выйти на работу, хотя я не понимаю, они там тоже, они же не обнимаются на работе, и они себе работают как бы на достаточно большом расстоянии друг от друга. Их прям обязует, если ты не хочешь потерять свою далеко не самую шикарную работу, ты должен вакцинироваться, хочешь ты или не хочешь. А, например, моя подружка в районе, который не зона повышенной активности, ковид-активности, потому что там более, ну, как бы там живут белые воротнички, их не тестируют, она у себя в районе не может получить вакцину, она должна ехать или к нам минут 40, или в любой другой центр вакцинации, учитывая, что у нее двое детей, один из которых очень-очень активный трехлетка, я не знаю, как ей это все организовать, ей тоже это очень тяжело, то есть как бы давайте заставим тех, кто не хочет, а для тех, кто хочет, превратим это в квест. В общем, да, ребят, ну, в общем, не знаю, насколько мне удалось обрисовать нашу ситуацию, в любом случае, я была очень рада со всеми вами пообщаться, рассказывайте в комментариях, как у вас, привились, не привились, что вообще происходит, как вы там живете, путешествуете, да, да, а мы даже с района выехать не можем. В общем, если вы были рады меня видеть, поставьте лайк, если не рады, поставьте дизлайк, я надеюсь, что в скором времени я выйду снова в эфир. На этом на сегодня все, всем пока-пока и до новых встреч. Ну что, из машины домой идем?